с целью перехвата и уничтожения наркотиков. Это предложение тоже остается на столе, и мы рассчитываем, что оно будет принято. Скажите, а есть ли еще какие-то возможности для взаимодействия России и США на постсоветском пространстве? Ну, знаете, это взаимодействие осуществляется в самых разных формах и осуществляется давно. Но, по сути дела, с момента распада Советского Союза тогда вместе с Соединенными Штатами Россия активно сотрудничала с тем, чтобы обеспечить ядерную безопасность, учитывая, что ядерные материалы, да и ядерное оружие располагались не только на российской территории, но и на территории ряда государств, которые стали независимыми. И эта задача была успешно решена. Мы вместе с американцами и с участием других стран также тесно сотрудничали с тем, чтобы привести в соответствии с новыми реалиями целый ряд международных договоров, в которых участвовал Советский Союз и которые теперь стали уже применимы к территории новых независимых государств, прежде всего договоры, касающиеся разоруженческой проблематики. Ну, если говорить о сегодняшнем, то в целом ряде стран СНГ реализуются экономические проекты с участием и российского, и американского капитала, естественно, капитала принимающих стран. Так что мы открыты к такому взаимодействию, мы понимаем интересы Соединенных Штатов на этом пространстве, интересы развития сотрудничества с теми странами, которые тоже к этому готовы. Единственное, что мы хотим, чтобы этот интерес и Соединенных Штатов, и любого другого вне регионального государства реализовывался понятными, транспарентными, легитимными методами, чтобы здесь не разыгрывались какие-то геополитические игры, чтобы уважались прежде всего интересы самих стран СНГ, с которыми предлагается сотрудничать, и чтобы эти страны не ставились перед ложным выбором «либо вы с нами, либо вы против нас». А такие попытки, к сожалению, некоторые наши партнеры из-за пределов региона предпринимали, и мы против этого. Мы хотим, чтобы это ненужное никому наследие осталось в прошлом. Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своей недавней статье, которая была 31 марта в газете «Вашингтон-Пост» опубликована, выступил за то, чтобы мы по-новому подходили к сотрудничеству и пытались искать такие пути его развития, которые нас бы всех объединяли, которые были бы в интересах стран СНГ и не создавали бы здесь никому не нужных проблем и подозрений. Теперь, к выборам в Молдовию, очень короткий вопрос. Они были признаны абсолютно всеми наблюдателями, как от БСЕ, так и от СНГ, и тем не менее ситуация, как вы знаете, вышла, в общем-то, из-под контроля. Скажите, будет ли принято какое-то совместное, может быть, заявление на сегодняшнем заседании, или, может быть, потом последует какая-то реакция на события в Тишине? Мы, безусловно, на Совете Министров иностранных дел СНГ обсудим эту ситуацию. Республика Молдова, член Содружества, и нам, конечно, не безразлично, что происходит в этом государстве, вызывает возмущение то, что произошло. Насилие, погромы, оскорбление зданий парламента, как символа демократии, администрации президента, мародерство. И мы уже говорили, и я считаю необходимым это еще раз подчеркнуть, что тот факт, что эти вандалы действовали, громили город под флагами Румынии, Евросоюза, конечно, делает необходимым для Европы, в общем-то, свою позицию четко выразить. Потому что лозунги, под которыми все это осуществлялось, однозначно направлены на подрыв государственности и демократических процессов в Молдове. Я думаю, что эту позицию разделяют все страны СНГ. Скажите, как вам видится повестка дня, которая способна послужить созданию, как вы выразились, полицентричной системы глобального управления? Прежде всего, я думаю, нам всем нужно исходить из реальности. Реальность такова, что в мире появилось много центров экономического роста, центров финансовой мощи. А с экономической и финансовой мощью, разумеется, приходит и политическое влияние. Поэтому сейчас, когда грянул кризис, все сконцентрировались на реальных проблемах. И эти проблемы рассматриваются и решаются, исходя из того, что никто в одиночку или вдвоем, или втроем этих проблем решить не сможет. Нужно искать решения, которые будут плодом коллективного разума, коллективных инициатив и будут представлять собой консенсус всего мирового сообщества о том, как двигаться дальше с тем, чтобы мировая экономика, мировые финансы больше таких потрясений не испытывали, чтобы были созданы надежные механизмы, позволяющие управлять финансовой и экономической архитектурой с учетом интересов всех стран. Они должны быть транспарентными, они должны, конечно же, пользоваться всеобщей поддержкой. То, что нам в период кризиса пришлось всем сконцентрироваться на реальных проблемах, дает надежду на то, что в сфере мировой политики будет меньше искушения заниматься проблемами виртуальными, меньше искушения ударяться во всякие геополитические прожекты и будет больше понимания, опять-таки, заниматься вещами насущными. Среди таких вещей упомяну, конечно же, вопросы международной безопасности, вопросы ограничения стратегических наступательных вооружений, вопросы, которые связаны с распространением оружия массового уничтожения, необходимо эту угрозу преодолевать. И так же, как и в экономике, решения проблем безопасности должны базироваться на мнении всех государств и на учете их интересов. Именно на это направлена инициатива президента Российской Федерации о разработке договора о европейской безопасности, который позволял бы в Евроатлантике уйти от разделительных линий и который создал бы новую архитектуру безопасности взамен нынешней, которая является лоскутной. Речь не идет о том, чтобы распускать НАТО или Евросоюз, или ОБСЕ, или ОДКБ, СНГ. Речь о том, чтобы все эти организации, каждая из которых в той или иной степени занимается проблематикой безопасности, нашли общий знаменатель, нашли бы формы, которые позволяли бы им обеспечивать безопасность своих членов таким образом, чтобы ничья безопасность за пределами той или иной организации не подвергалась угрозе. Мы не претендуем на какие-то готовые рецепты, но в том, что такого рода диалог необходим, мы убеждены. И реакция на наше предложение, даже тех стран, которые пока еще сомневаются, показывает, что проблемы есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова